Так вот играл когда-то. О, играл. Когда-то, это почти полвека назад, Сергей Мегтепов начал любительски играть в футбол в родном Федоровском районе, смеясь, вспоминает пассы советского прошлого. Культура футбола, уважение к сопернику, и чтобы игра была такая, культурная, без никаких нарушений. Один из более чем 30 ветеранов регионального футбола. Матч под солнцем для тех, кому за 50. То, что может быть физически, они не могут играть полностью 40 минут, да. А технически, как они владеют мячом, как мыслят на футбольном поле, это никуда не денется. Как говорят, мастерство не пропьешь. Мастерство, которое приобрели с годами, и страсть, которую не утратили, толкает их на физически непростые приемы. Всегда доволен не будешь, потому что все-таки это соревнование, и соперник не дает какие-то элементы выполнить. Плюс все-таки искусственное поле, оно тоже достаточно трудное, сложное. Ну и погода немножечко, конечно, нас подогревает. Возрастной матч – предисловие к истории саратовского футбола. В его честь открывают музей. Громким словом «музей» наградили два стенда о двух знаковых событиях в истории местного футбола. 67-й год, тогда «Сокол» вышел в полуфинал Кубка СССР и 2000-й, когда повторил успех советских предшественников. Номер седьмой мой был. Я забиваю Владимиру Маслаченко в гол. Виктор Чернышков играл за «Советский Сокол» против команды Владикавказа, Барнаула и Москвы. Когда не было пенальти, а сам футбол был прозрачнее. Меня чего поражает вот это слово – работа и игра. Вроде бы два глагола, но они имеют разный смысл. Понимаете, есть люди, которые играют, и есть те, которые работают. То есть, короче говоря, те, кто двигает рояль, и тот, кто играет. Не в их планах останавливаться исключительно на своем прошлом. Все-таки саратовскому футболу сто лет. И даже перейдя в статус ветеранов, они продолжают создавать историю. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов.